Губернатор Приморья Олег Кожемяка выступил на церемонии открытия Дня туризма и спорта на международной выставке форуме «Россия». Во время своего приветственного слова глава региона отметил, что в Приморье прилагаются все усилия, чтобы достигнуть показателей, обозначенных национальным проектом «Демография», вовлечь в регулярные занятия физкультурой и спортом до 70% жителей. Это огромнейший вызов, на который достойно отвечает сегодня правительство Российской Федерации, регионы. Мы видим, что совершенствуется вся инфраструктура. Мы видим, какие инвестпроекты зарождаются на Камчатке, в Приморье, во всех, на Каспии, на Кавказе. Это, конечно, будущее нашей страны. Это то, что даст возможность нашим людям получать удовольствие от смены мест, получать удовольствие от физической активности, исследовать эти новые места, потому что это и гостиницы, это гастрономия, это путешествия, это транспорт, но самое главное, что это здоровое поколение. В Крае особое внимание уделяется развитию детского и юношеского спорта. Ранее в регионе прошли крупные международные соревнования «Дети Азии», а теперь Край организует свои «Дети Приморья», в которых принимают участие сотни школьников из разных регионов России и дружественных государств. Наше направление, которое мы сейчас увидели, что оно имеет огромное будущее, закладывает фундамент для последующей интеграции в страны азиатско-тикианского региона, куда развод подошел. Это, конечно, развитие детского и юношеского спорта. Мы организовали новые «Дети Приморья», куда привлекаем ребят с Китая, сейчас с Корейской народно-демократической республики, с Монголии, с Узбекистана, с Республики Беларусь. Работа по развитию массового спорта и подготовке профессиональных спортсменов ведется в Приморье в течение всего года. Многие соревнования давно стали изюминкой региона и привлекают людей не только из других субъектов, но и даже из других стран. Также губернатор Край отметил, что не всегда спортивная инфраструктура требует больших затрат. У нас в каждом мушестополитете бесплатно организованы беговые лыжи. И это небольшие денежные средства. Это трассы, это несколько таких специальных закрытых контейнеров, где выдаются лыжный инвентарь, где можно попить чай, перекусить, где можно переодеться. Самое главное, что это доступность. Доступность спортивной инфраструктуры. Все катки, все лыжные трассы, во всех муниципалитетах. Ты можешь прийти и получить лыжи, ботинки, палки, если ноль – тканьки. И тысячи, десятки тысяч приморцев сегодня активно каждый выходной участвуют в этих мероприятиях. Напомним, международная выставка «Форум Россия» учреждена указом президента России Владимира Путина. Мероприятие нацелено на демонстрацию важнейших достижений страны, а также на повышение уровня информированности населения о каждом из 89 регионов России. Отметим, выставочные экспозиции регионов Дальнего Востока, в том числе Приморья и Минвостокразвития РФ, признаны лучшими. На официальном сайте мероприятия продолжается голосование за лучший стенд. Приморцев призывают поддержать родной регион в 11 номинациях. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.